Когда ты можешь видеть результат своего труда, и не стыдно показать, мы понимаем, чем занимается этот человек, да, может быть, учиться, обучаться не из простых, да, но тот, кто отучился, конечно, не разочаруется в профессии, в заработках, потому что все начинается со стройки, да, все начинается с того, любое производство, любая деятельность, даже горнодобывающая промышленность начинается со стройки. И это все-таки работа дома, то есть это не вактовый метод, да, это работа дома, это работа с семьей, как бы, и для этого создаются, правда, у нас в крае, в университете, такие возможности для того, чтобы ребята поступали, учились и работали, зарабатывали хорошие профессии, оставались. Все, благодарю вас, дорогие зрители, я оставлю номер телефона, мы потом наши видео нарежем на мелкие и маленькие шорсы, короткие видео, и везде будет ваш номер телефона, чтобы связались, чтобы... Если будут вопросы, можно, как бы, звонить. Да, 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 потому что, реально, вот, мы когда занимались компьютерным спортом, да и сейчас занимаемся, очень много молодых людей, которые спрашивают, что ты куда хочешь, а они сами не знают, вроде бы, учатся хорошо, и техническое, как это у них есть мышление техническое, а сами не знают, что. В итоге, куда мама или папа, или кто-то еще посоветовал, пошли, а потом 4 года не на том учатся, не там учатся и себя не реализовывают. Поэтому рад, что вы как декан пришли, это рассказали, очень рад, что вчера декан Финмид был, сегодня ФСЕ, завтра у нас другие деканы будут, ну, очень рад, что вот откликнулись, что вот вы молодежи на простом языке объясняете, для чего это нужно, потому что очень много в интернет зайдешь и не понимаешь, что тебе нужно, находишься на сайтах для работы, и еще тоже непонятно, что людям надо. И такие вот беседы очень помогают, ну, выборы сделать, то, что мне нравится, потому что я вот до сих пор, я много где учился, и филологически, и медицинскому человеку научился до сих пор, сам не знаю, что мне нравится, а все нравится. А все нравится. Да, и всегда даже думал, может, строительство, может, мое. Ну, в итоге, мой младший брат пошел на инженер, но не строительство в другом факультете, а так все время около IT, около гуманитария хожу, около филологии. Ну, вообще сейчас, я думаю, что все это уже понимают, тенденцию, что России нужны инженеры, это, конечно, да. Очень много нужно. И я еще, наверное, не сказала, может быть, коллеги меня увидят, немножко обидятся, но вообще факультет строительства и экологии, это не только строительство, да. То есть мы реализуем программы по техносферной безопасности в этом году, это магистратура техносферной безопасности охраны труда, ой, комплексной безопасности охраны труда, то есть, собственно говоря, это все люди, которые заняты безопасностью на производствах, могут прийти в эту профессию, да. У нас стандартно реализуется история с транспортом, да, наземные транспортные технологические средства и строительные и дорожные машины, как бы заочная форма обучения тоже такое. Шикарное направление. Приглашаем, приглашаем, да. Все, тогда закончим. Давайте. Гром где-то. Спасибо за приглашение. Да, очень благодарю вас, и, наверное, хотелось бы еще раз, еще один подкаст с вами снять, уже у вас на факультете, как мы вчера с Венмитом договорились, с вами договорились, чтобы у вас на факультете отснять. И такой вот, в плане вопрос-ответ, в таком формате снять не подкаст, а такого вот разбора, когда, может быть, в сентябре, когда приходят абитуриенты, начинают эти вопросы задавать, вы его разбираете. Да, приходите, мы как раз обновим наш аудиторный фонд, у нас в этом году много меняется пространства для студентов.